Вот ЗОЖ мне подсказывает, когда я тонируюсь, вот я вам показал, лицо у меня красное, выдох на усилие, то есть я напрягаюсь в жиме лёжа и выдыхаю, а не наоборот. Это увеличивает количество повторений, выносливо и улучшает обмен веществ. Вдох на усилие, то есть это сильно повышает давление, вдох на усилие, сильно повышает давление, видно по вашему лицу, с уважением. Вот здесь я должен вам такую вещь сказать, вот это совершенно хорошая, нормальная рекомендация для тех, кто, ну как бы сказать, занимается с небольшими весами для здоровья. Я тоже занимаюсь для здоровья, но у меня, как бы сказать, лучше всего натуживание, так как я работал с большими весами, и вот это у меня осталось. Происходит на вдохе, не на слишком большом вдохе, потому что, вот смотрите, выдохнули, фу, и напрячься, нет, нету того. А вот вдохнули, сразу появляется мощь, то есть здесь даже я не делаю вдоха, выдоха, я задерживаю вдыхание и вдохлю, то есть я, значит, набрал воздуха, и я могу давить раза 3-4, а то 5, а то даже могу и все 10 выдавить, именно на задержанном дыхании. И вот Кирилл Сарычев, который выжал 335 рекорд мира, у него даже потом, по-моему, больше, ну 335 килограмм, жим лежа без экипировки, и другой там спортсмен тоже такой гигант, вот они заметили такую вещь, что я, говорит, на вдохну и на задержанном дыхании жму, мне легче. Оказывается, интересная вещь, а почему легче? Потому что когда у нас силовая наша установка работает на пране, то есть мы должны взять некий потенциал энергии из пространства, и, как правило, это за счет того, что увеличили объем легких, так, о, мы стали больше. У нас, как бы сказать, вот эта вот энергия, что вошла в увеличенный этот объем, ее можно использовать в виде усилия. На выдохе такого не получится, мощного усилия. Ну, конечно, какой-то будет, но не то, что надо. И вот, как правило, все спортсмены, которые вот используют, штангисты и так далее, это, значит, делается где-то такой средний вдох и потом силовое движение. То есть здесь мы берем энергию из пространства, которую через волевые усилия направляем на жип. Вот поэтому и получается, что, будем говорить, я вот так вот жму, лицо там красное, но я, насколько понял, ноги надо еще опускать, ноги я там вверх задрал, вообще кровь приливает к лицу. Вы видели, что в последних видео я ноги стал опускать. То есть надо все-таки распределять циркуляцию крови в организме во время натуживания, чтобы она, как бы сказать, не шла в район головы. Вот поэтому практика показывает, если вы хотите сделать мощное усилие, как правило, она делается на вдохе, на задержанной ноге. Потому что даже выдох, вот смотрите, самое интересное, даже выдох на, когда вы давите, он приводит к тому, что у вас идет некое расслабление. Когда вы делаете вдох, опять так и так, давите и так, у вас тоже идет некое расслабление. То есть важно при мощной силовой работе не допустить внутреннего какого-то, знаете, расслабления на вдохе или на выдохе, потому что мышцы должны работать, а вот, как бы заперев воздух, его, вот это вот усилие направить на задержанном дыхании, чтобы движение, движению ничего не мешало. Ни расслабление, ни вдох, ни выдох, ни расслабление мышц, ни какое-то там такое. То есть все было напряжено и давило. Ну, вот так вот я понимаю это, вам рассказал и подсчетнул, что вот именно жимовики в жиме лежа, им легче пожать на вдохе, причем не дышать, там раза два трения могут пожать запросто. Вот, как только начинается дыхание, это уже совершенно иная работа.